Здравствуйте, уважаемые зрители канала Процветок! Меня зовут Дмитрий. Я садовник и владеец личного подсобного хозяйства. И сегодня у нас очень важная тема – это мульчирование. Я расскажу о том, как правильно использовать мульчу, какие материалы использовать в качестве мульчи, и как не допустить ошибок при мульчировании. В последние годы мульчирование получило широкое распространение среди дачников. Однако многие в процессе использования мульчи от нее отказались по тем или иным причинам. В частности, от распространения вредителей либо болезней. У кого-то в мульче завелись муравьи, у кого-то слизни, а у кого-то грызуны. Но если применять мульчу правильно, то таких проблем не возникает. Давайте же начнем с азов. Сначала, какие материалы лучше всего использовать для мульчи. Во-первых, это солома. Подойдет практически любая солома злаковых культур. Это может быть ржаная солома, ячменная, овсяная, либо другая солома. Но даже при использовании соломы есть нюансы. Во-первых, солома должна быть чистой, без примеси различных сорных трав с семенами. Иначе такие семена прорастут у вас на грядках и будет засоренность участка. Во-вторых, лучше использовать экологически чистую солому, которая не обрабатывалась гербицидами. Ведь гербициды бывают различные. Некоторые из них могут накапливаться на продолжительный период в почве и отравлять ваш огород и урожай. Солома также должна быть хорошо обмолоченной, без зерен. Иначе эти зерна будут сходить, прорастать на грядках, а также послужат источником корма для грызунов. Привлекут множество грызунов в ваш огород, которые будут уничтожать урожай. Слой соломы для мульчирования должен составлять от 10 до 20 сантиметров. Если делать слишком тонкий слой соломы, то эффекта не будет. Сорняки с легкостью прорастут и ваш огород будет опять же засорен и понадобятся многочисленные прополки. Второй, наиболее часто используемый материал для мульчирования – это сено. Однако и с сеном не все так просто. Сено лучше выбирать после второго или третьего укоса, когда нет семян различных трав. Если брать сено раннего укоса, в нем могут быть семена одуванчиков, семена злаковых трав. И, конечно же, все эти травы посеются у вас на грядках. Поэтому выбирайте правильное сено после второго-третьего укоса. Также не стоит применять скошенные газонные травы, если газоны обрабатывались гербицидами. Иначе все эти гербициды попадут в почву и отравят весь огород. Урожай попросту погибнет. Еще один природный материал, который дачники часто используют для мульчирования – это скошенная свежая трава. С травой также есть некоторые моменты в использовании. Не стоит использовать сразу же скошенную траву. Трава должна немножко подсохнуть, подвянуть, и только затем ее используют для мульчирования. Если использовать свежую траву, мокрую траву, при мульчировании могут начаться гнилостные процессы и закисление почвы. Слой мульчирования травой должен составлять около 5 см. В этом случае сорняки не прорастут, и такая мульча пойдет на пользу. Очень часто на огороде дачники используют опилки. Однако с опилками все гораздо сложнее. Ни в коем случае не используйте опилки хвойных пород. Такие опилки крайне закисляют почву, а также в них содержатся различные смолистые соединения, которые угнетают рост растений. Опилками хвойных пород можно мульчировать лишь проходы между грядками. В этом случае вреда не будет. Ими же можно мульчировать и голубику, которые любят повышенную кислотность почвы. Для мульчирования грядок лучше использовать опилки лиственных пород. Это береза, осина, липа, либо другие породы. Опять же, опилками нужно мульчировать не свежими, а подпревшими, полежалами, которые серого цвета. В таком случае они не будут забирать из почвы азота. Если использовать свежие опилки, они забирают очень много азота, растения бледнеют и плохо развиваются. Если под руками, конечно же, нет опилок полежалых, то можно использовать свежие, но предварительно пролив их раствором мочевины, чтобы они насытились азотом. Кроме натуральных материалов, конечно, есть и различные синтетические материалы. Это, в первую очередь, агроволокно, черный спонбонд и черная пленка. Если говорить о спонбонде, о черном спонбонде, которым застилают грядки для посадки клубники, либо других растений, то очень часто дачники встречаются с такой проблемой, что материалом закрыли грядку, и он не служил даже сезонно, рассыпался от солнца. Дело в том, что есть недоброкачественные продавцы, которые продают под видом агро-спонбонда обычный черный спонбонд, который используется в мебельной промышленности. Такой спонбонд для мульчирования грядок не годится. Поэтому при выборе черного спонбонда всегда обращайте внимание. Он должен называться агро-спонбонд, и покупать его нужно в садовых центрах у проверенных продавцов. Кроме спонбонда есть еще и черная пленка. Однако черную пленку применяют только лишь, если есть на участке система капельного полива, чтобы растениям поступала влага. Ведь черная пленка не пропускает осадков, и растения просто под такой пленкой сгорят. Поэтому если у вас есть система капельного полива, есть возможность ее проложить, значит пленку можно использовать. Но если такой возможности нет, то, конечно, пленка на огороде принесет только вред, а не пользу. Так как пленка и черный спонбонд и агроволокно черного цвета, под ними почва очень сильно нагревается. И, конечно же, для южных регионов я бы не рекомендовал использовать такие материалы. Потому что растения будут на них попросту гореть. Например, ягода клубники будет не зреть, а просто спекаться от жары, от солнца. Не набирать сладость, просто приобретать красный цвет, и на вкус будет кислый. Также я бы не советовал применять спонбонд или агроволокно на тяжелых глинистых почвах. Ведь почва и так тяжелая, а при мульчировании спонбондом или агроволокном почва еще больше будет уплотняться, не будет возможности ее подрыхлить. И ситуация с урожаем только ухудшится. Мульчирование – это отличный способ сохранить влагу в почве. При использовании природных материалов натуральных обогатить ее органикой. Однако такой способ подойдет не для всех типов почв. Например, если у вас почвы влажные, мокрые, болотистые, есть застой воды, а не переувлажненные, то, конечно, мульчирование может ухудшить ситуацию. При мульчировании сеном, соломой почва попросту не будет просыхать, будет сохраняться излишняя влажность и начнутся различные гнили и заболевания. Лучше в таком случае почву не мульчировать, а чаще рыхлить, чтобы она просыхала, насыщалась кислородом. А теперь о борьбе с муравьями и грызунами, слизнями. На моем участке огород довольно ухожен. Трава регулярно косится, грядки пропалываются, нет никакого хлама на участках. А значит, и грызунов здесь крайне мало. В таком случае никаких приманок не нужно. Но если вы используете солому, сено и у вас соседние участки засорены, захламлены, неухожены, то, конечно, грызуны распространяются по вашему огороду. В этом случае нужно расставлять регулярно различные отравляющие приманки от грызунов по всему огороду. Только в этом случае урожай не пострадает. Что касается слизней, то они действительно могут завестись под слоем мульчи из соломы, сена или травы, ведь там сохраняется влага. Однако, если использовать опилки, то они очень уплотняются, они колятся, а значит и слизней там практически не будет. Также слизни будут себя плохо чувствовать под спонбондом или агроволокном, ведь эти материалы черного цвета, они очень нагреваются на солнце и вредители там чувствуют себя не очень хорошо. Что касается муравьев, то под соломой и травой, сеном сохраняется влага. А где много влаги, то муравьи жить не будут. Под такими материалами мульчирующими их практически нет, во всяком случае в моем огороде. Однако, если у вас участок сухой, муравьев очень много, то конечно же существуют различные способы борьбы с данными вредителями. У нас множество роликов на канале о том, как избавиться от муравьев, рекомендую посмотреть. Мульчировать грядки или нет, пусть каждый решает сам. На этом все, спасибо за внимание и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok